Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами продолжаем курс уроков восьмого класса. И сегодня мы продолжаем говорить о электролитической диссоциации. Итак, электролитическая диссоциация. Обратите внимание, многие ребята очень часто говорят электрическая диссоциация. Да, но здесь ключевым словом является слово электролит. И давайте сейчас вспомним основные, потому что очень было много вопросов, которые возникли в результате прошлого урочного, так некрасиво скажу по-русски, прошлого урочного, какие-то возникли вопросы. Давайте посмотрим, что мы должны с вами знать. Значит, основоположником теории электролитической диссоциации был шведский ученый Сванте Орениус. И разработаны подробно многие процессы электролитической диссоциации, были изучены русским ученым Кобылковым и Кистяковским, я добавлю. Итак, кто же такие электролиты? Значит, по теории Сванте Орениуса, по электролитической теории, электролит, все вещества мы можем разделить на две большие группы. Электролиты и неэлектролиты. По определению, кто такие электролиты? Это вещества, растворы и расплавы. Посмотрите, добавляется слово расплавы, но мы рассматриваем теорию в растворах, растворы и расплавы которых проводят электрический ток. И мы говорили, что к электролитам мы будем относить кислоты растворимые, но нерастворимые кислоты мы пока не будем смотреть. Щелочи и соли. Неэлектролиты – это вещества, а вода будет электролитом. Вы знаете, на этот вопрос ребята очень часто мне задают, но на самом деле только одна молекула из 10 в 50 степени, если так смотреть. Только одна молекула диссоциирует, поэтому воду мы будем считать малодиссоциирующим веществом, неэлектролитом. Вещества, растворы которых не проводят электрический ток. Пример. Это простые вещества, газообразные вещества, большинство органических веществ, и я еще подчеркну – оксиды. И тоже слово «диссоциация» – 2С. Обратите внимание в написании, если по-русски писать. Это обратимый процесс распада электролита на ионы под действием молекул воды или в расплаве. Но опять же подчеркиваю, расплав мы сейчас не рассматриваем, и поэтому идем дальше. Еще раз напоминаю, что же происходит, почему в растворах происходит процесс диссоциации. А объяснить это может особое строение молекулы воды. Значит, молекула воды представляет собой диполь. Ребята, многие не понимают, а что значит диполь. Ди – это 2 по-гречески, поль – полюса, 2 полюса. Вот здесь представлены рисуночки. Сейчас я использую указку, покажу, что можно, то есть в виде эллипса, где 2 полюса. Это особенность такова, что угол связи кислород-водород 104 градуса 5 минут. То есть вот особенность такое угловое строение молекулы воды и указывает на особенность связи. Но я сейчас не буду останавливаться. У нас другая цель. И давайте посмотрим еще раз. Вот на прошлом уроке мы смотрели, что же происходит. Я напомню, что в соединениях с ионным типом связи, а это соли, это щелочи, с ионным типом связи, а вы знаете, к электролитам относятся соли и растворимые основания, я имею в виду в растворах, тип связи ионная и ионная кристаллическая решетка. Она состоит из ионов. При растворении соединения с ионной связью в воде происходит следующее. Происходит процесс гидротации. То есть происходит молекулы воды как бы окружают каждый ион, который находится в кристалле соединения и подходит своими полюсами. То есть если положительно заряженный ион возле кристаллической решетки, его окружают диполи воды своими отрицателями, а подходит отрицательными зарядами. Если в кристалле отрицательный ион, то подходит диполи воды положительно заряженными. Происходит сначала процесс ориентации и только потом процесс гидротации. И я вам повторяю, что это взаимодействие самое сильное в природе, электростатическое. И сила такова, что молекулы воды, как бы диполи воды, правильно говоря, они как бы создают такую водную шубку, иногда применяют такой термин, и вырывают. Происходит разрушение кристалла. В свободном виде образуются гидротированные ионы. Ион натрия, окруженный диполями отрицательными воды, и ион хлора, который окружен положительными диполями воды. То есть это процесс. И чтобы записать процесс диссоциации, давайте посмотрим, как он записывается. Образуется положительно заряженный ион натрия. Его мы будем называть катион натрия. И хлорид ион, или анион хлора. То есть можно даже вот так сказать. И таким образом, обратите внимание, образуются две заряженные частицы. Дальше. Значит, ориентация молекул диполей воды. Значит, какой происходит ориентация? Вы видели, что подходит своими согласно взаимодействию. Плюс к минусу, минус к плюсу. Дальше. И взаимодействие молекул... Вот это ориентация, первый процесс называется. Второй процесс. Взаимодействие молекул воды с противоположенно заряженными ионами поверхностного слоя кристалла. Так постепенно слоя за слоем идет разрушение кристалла. Этот процесс в химии мы называем процесс гидротации. И, наконец, последнее. Распад кристалла электролита на гидротированные ионы, то есть окруженные диполями воды. Этот процесс мы будем называть процессом диссоциации. Я еще раз вам скажу, что есть процесс, есть наоборот, ассоциация, объединение. Иногда говорят, всегда ребятам говорю, ассоциация поэтов, ассоциация художников. То есть это объединение, диссоциация, противоположный процесс, процесс распада, разрушения. Следующее смотрим. Но если, например, у нас кислоты. А я напомню, что по определению, кислоты – это вещества, в состав которых входит один или несколько атомов водорода, соединенные с кислотным остатком. Значит, связь в кислотах будет ковалентная полярная. Что же происходит при попадании в раствор воду молекулы кислоты? Происходит аналогично, как при ионной связи, процесс ориентации. То есть они ориентируются, ориентируются. Затем происходит переход связи из ковалентной в ионную, то есть процесс ионизации. И только под... Да, процесс гидротации. И только потом мы наблюдаем процесс диссоциации. Это нужно запомнить. Ориентация молекул воды вокруг полюсов молекул электролита. Взаимодействие молекул воды с противоположенно заряженными ионами, как в ионной связи, процесс гидротации. Дальше ионизация молекул электролита, то есть переход, перевращение ковалентной полярной связи в ионную, то есть процесс разделения. И, наконец, последний, четвертый, это процесс диссоциации, процесс распада электролита, молекул электролита на гидротированные ионы. Итак, еще одно, то, что мы на прошлом занятии пытались вводить и говорить, оказывается, не все электролиты будут одинаковые. Они будут разделены на сильные, средние и слабые. Как же определить? По степени так называемой электролитической диссоциации. Это отношение числа частиц, распавшихся на ионы, к общему числу растворенных частиц. То есть число продиссоциировавших молекул к общему числу. Я ребятам говорю, представьте, условно, из 100 молекул электролита, которые присутствуют в растворе, больше 30, а в некоторых учебниках даже и указывается цифра 60, распадаются на ионы. Такие электролиты мы будем считать сильными. Электролиты средней силы. Их, как правило, не так много. Вот примерами таких электролитов являются ортофосфорная кислота и плавиковая, или фтороводородная кислота. И если процесс диссоциации меньше 2-3%, то такие электролиты мы будем относить к слабым. Вот видите, вопрос Давида будет звучать так. Будет электролитом? Да, но очень-очень слабым. Гидроксид аммония, нерастворимое основание. То есть мы будем их считать электролитами, но мало диссоциирующим. И в дальнейшем будем записывать их в виде молекул. То есть вот это очень важно помнить. От чего зависит? От природы электролита и растворителя, потому что это может быть полярный, например, спирт. От температуры. При повышении температуры процесс распада усиливается. И от концентрации. Но я сейчас не буду на этом подробно останавливаться. Какие же основные положения теории? При растворении в воде электролиты диссоциируют на положительные и отрицательные ионы, которые мы будем называть положительные катионы, отрицательные анионы. Причиной диссоциации электролита в водном растворе является его гидротация, то есть взаимодействие молекул электролита с молекулами воды и разрыв химической связи в нем. Я вот здесь сделала немножко химическую неточность. Взаимодействие, это может быть не электролит, кристалл электролита, да? То есть тот же самый соли. Под действием электрического тока заряженные ионы движутся к отрицательному полюсу источника тока, катоду. Он заряжен отрицательно. Их называют катионами. А отрицательно заряженные ионы движутся к положительному источнику, полюсу источника тока, аноду. Их называют анионами. И что такое электролитическая диссоциация? Электролитическая диссоциация, как правило, процесс обратимый для слабых электролитов. И химические свойства растворов электролитов определяются свойствами тех ионов. Мы сегодня посмотрим на ионных уравнениях тех ионов, которые они образуют при диссоциации. Итак, вот еще раз. По определению, с точки зрения ТЭД, а я напоминаю, эта аббревиатура обозначает теорию электролитической диссоциации, иногда в заданиях письменных или при ответах устных преподаватель просит дать два определения, что такое кислота с точки зрения класса соединений и с точки зрения теории электролитической диссоциации. С точки зрения теории электролитической диссоциации кислоты – это электролиты, которые при диссоциации образуют катионы водорода. Вот они обозначены, видите? А если два водорода, то они ставятся. И анионы кислотного остатка, они с зарядом минус. А теперь, ребята, внимание! Посмотрите, пожалуйста, заряд кислотного остатка, но я вам скажу некоторые хитрости, всегда связан с числом атомов водорода. И если вы внимательно посмотрите на таблицу растворимости, то по вертикали, по горизонтали расположены катионы, а по вертикали расположены анионы. И у кислотного остатка сверху стоит заряд иона. Заряд иона и аниона, вы помните, как и катионы, могут быть сложными, то есть состоящими из двух элементов. Слабые многоосновные кислоты, такая как сернистая кислота, угольная кислота, диссоцируют ступенчато. Но в уравнении мы уже будем писать суммарно. Но когда просят вас написать процесс диссоциации кислоты, обратите внимание, многоосновной слабой кислоты, вы должны обязательно указать первую ступень и вторую ступень диссоциации. Я иногда, ну так немножко смешно говорю, ребята, представьте себе, сбегает золушка по ступенькам, они мне говорят, вспоминаем вашу золушку, и она оставляет туфельку на одной ступеньке и затем выходит за ворот и снимает вторую туфельку. Ну так, ну сказочно можно представить, потому что многим очень сложно эти вещи представить, но поэтапно, ступенчато идет процесс диссоциации, но суммарно записывается далее. Основание с точки зрения ТЭДЭМ – это электролиты, которые при диссоциации образуют катионы металла и анионы гидроксид иона. То есть или гидроксид ионы, так можно назвать, или анион гидроксидных групп. Если сильные растворимые основания, можно прошлый слайд, пожалуйста, еще раз, какой-то вопрос, посмотрите. То есть к слабым мы можем отнести, можно посмотреть, какие кислоты будут являться слабыми. Угольная, сернистая, сероводородная кислота. То есть я вот сейчас протяну руку, возьму таблицу растворимости, вы тоже можете вместе со мной это сделать. Это будет угольная, азотистая кислота, но одна одноосновная. Дальше сернистая, угольная, сероводородная. Ну и в принципе все. То есть эти кислоты диссоциируют ступенчатон. Есть какой-нибудь еще вопрос? И свойства обусловлены как раз присутствием протонов водорода, когда изменяется окраска индикатора, а про индикаторы это лакмус, фенолфтелин, метилоранж, мы с вами говорили, вот это как раз зависит от протонов или катионов водорода. Основание электролитой, которые при диссоциации образуют катионы металла и анионы гидроксильных групп. И опять же, слабые многокислотные основания диссоциируют ступенчато. Посмотрите, пожалуйста. Но при суммарном вы должны записать феррум и два гидроксид иона. Но это нерастворимое, поэтому в данном случае идет касается. Средние соли. Ну вот здесь немножко будет вам сложновато, потому что, может быть, кто-то знает типы солей. Средние соли, кислые соли и основные соли. Мы возьмем пока средние соли. Сильные электролиты, средние соли и сильные электролиты, которые при диссоциации образуют катионы металла или ионы аммония. Аммоний – это сложный ион, сложный катион, состоящий из одного атома азота и четырех протонов водорода. Это девятый класс. И анионы кислотных остатков. Вот здесь представлены. И при диссоциации, на чем я хотела остановиться, обратите внимание, я всегда своим школьникам такую подсказку говорю и говорила. Если в вас, вам очень хочется написать калий-3 с плюсом и 4ПО, всегда найдите в таблице растворимости. Существует ли реально ион калий-3? Нет, такого иона нет. Есть ион калия, катион калия. Значит, индекс в нашем случае становится коэффициентом. А аниона ПО не существует. Существует анион ПО-4. Поэтому обратите внимание, лучше остановиться и внимательно посмотреть, минутку потратить в таблицу растворимости и увидеть. Вот аналогичную ошибку делают со сложным ионом, катионом или ионом аммония NH4. Здесь вот представлена диссоциация нашатыря. Не нашатырного спирта, нашатыря. NH4 хлор. Хлорид аммония называется нашатырем. И попадание в раствор, он диссоциирует. И мы чувствуем отчетливый запах. То есть вот идет образование сложного иона NH4. И если вы посмотрите в таблицу растворимости по горизонтали, то после натрия, калия, лития вы увидите этот сложный катион NH4. Не NH, не 4NH, а NH4. Поэтому не делайте, пожалуйста, такую ошибку. Далее. Кислые основные соли. Но я сейчас не буду на них останавливаться. У нас чуть-чуть позднее будет. Итак, здесь можно проверить ответы. Вот давайте немножко остановимся. Вещества, растворы которых проводит электрический ток, мы будем называть, пишем, может быть, вместе со мной, электролиты. Процесс распада электролита на ионы мы будем называть процессом диссоциации, а точнее электролитической диссоциации. Положительно заряженные ионы будем называть катионы. Они идут к катоду, отрицательно заряженному источнику тока. Правильно. Отрицательно заряженные ионы мы будем называть анионы. Электролиты, которые при диссоциации образуют катионы водорода и анионы кислотного остатка, это определение с точки зрения ТЭД, кислот. Электролиты, при диссоциации которых образуются катионы металла и анионы гидроксильных групп, ОН, будем называть основание, растворимое основание щелочи. Электролиты, которые при диссоциации образуют катионы металла и анионокислотных остатков, это соли. В данном случае средние соли. Количественной характеристикой электролитической диссоциации является степень электролитической диссоциации. Далее. Молекулы, имеющие два электрических заряда, противоположных равных по величине, но противоположных по знаку и расположенных на некотором расстоянии друг от друга, это диполи воды. В данном случае мы их будем называть диполи воды. Автор теории электролитической диссоциации, Сванте, Орениус. Теория – это 1884 год. 1883 год идет дата публикации. Вот идут ответы, которые мы сейчас с вами, о которых мы говорили. Итак, еще следующее задание. Мы подходим к новой теме, которая будет, и тоже ей посвятим все-таки достаточное количество времени, и о них поговорим. Выбрать из данного перечня электролиты и неэлектролиты. Я напоминаю, к электролитам будем относить растворимые соли, кислоты и растворимые основания. В данном случае калий, хлор, растворимая соль – это электролит. Оксиды не являются электролитами. Серная кислота, растворимая сильная, сильный электролит. Купромуаж дважды, малодиссоциирующее вещество, очень-очень слабый электролит. Боресу-4 – слабый электролит, потому что нерастворимый в воде. И натрио-Аш-щелочь в данном случае – это сильный достаточный электролит. Далее. Распределить и дать название ионам. Ну, в данном случае мы не будем формулы, просто я назову, как правильно называть. Итак, катион калия, карбонат-ион, катион алюминия, гидроксид-ион, или анион гидроксогруппы, хлорид-ион или анион хлора, катион водорода, фосфат-ион, катион магния, сульфат-ион, ионаммония, и сульфид-ион, а именно здесь при названии, например, сульфид-ион, сульфат-ион, мы берем название соли, о соли вы, надеюсь, учили, которые, мы должны очень знать 9-10 названий кислоты солей, и добавляется слово ион. Таким образом, мы легко можем назвать данные анионы, то есть по названию. Итак, процесс мы делали, и так сегодня мы подходим к новой теме, и о ней поговорим. Но начнем с демонстрационного эксперимента, виртуального. И сливаем попарно, смотрите, раствор сульфада-шелеза, феррум СО4, и гидроксида натрия. Это наш первый будет опыт натрия у Аш-Щелочь. Второй. Гидроксида натрия и азотной кислоты. Ой, извините, карбоната натрия и азотной кислоты. Азотная кислота – сильная кислота. Гидроксида калия. И чтобы доказать, что это щелочь, добавляем несколько капель фенолфталиина. А вы прекрасно помните, что фенолфталииновый в щелочи – малиновый. То есть это определитель, указатель, индикатор для щелочей. То есть всегда можем определить, что данное вещество растворимое является щелочью. И тоже сильную азотную кислоту. И, наконец, опыт Г. Гидрокарбонат калия – тоже растворимая соль и хлорид натрия. То есть, ну, это вот четвертый, последний. Опыт будет чуть позднее. Итак, давайте посмотрим, что получается при протекании, при взаимодействии данных реакций. Итак, химики говорят, что выполняется правило Бертоле. То есть выполняются условия протекания реакций до конца. Но вот здесь я сделаю маленькую лирическую остановку, как я говорю. И давайте вспомним, а что такое вообще реакция обмена? Реакция обмена – это реакция между двумя сложными веществами, в результате которых они обмениваются своими составными частями, образуя тоже два сложных вещества. Но вы увидите некоторые нюансы, то есть, может быть, даже не два, а три, потому что некоторые кислоты распадаются на оксид и воду. То есть есть такие кислоты в химии, например, угольная кислота. А теперь внимание. А вот реакция замещения – это реакция, когда вступает в реакцию одно простое и одно сложное, и атомы простого замещают атомы одного из элементов сложного. А сегодня мы будем говорить о реакциях ионного обмена. Так вот, оказывается, ребят, не все реакции протекают до конца. Они могут быть необратимыми и могут быть обратимыми, то есть неосуществимыми, так я еще говорю. То есть они не выполняются, условия протекания. Какие же это должны быть условия? Прежде всего, ионы связываются так прочно, встречаясь, что выпадает осадок. Вот здесь на рисунке осадок ферруму аж дважды. Это серо-зеленый осадок. А, например, ферруму аж трижды – это бурый осадок. Вы с ним знакомы, потому что образование ржавчины связано как раз с образованием ферруму аж трижды. Давайте посмотрим. То есть идет реакция обмена. В растворе встречаются два иона, четыре иона. И два иона – это феррум и ОАЖ – связываются так прочно, что выходят, говорят химики, из сферы реакции. И данная реакция уже обратно образоваться ионы, которые находились в растворе, не могут. И вторым продуктом будет хорошо растворимый в воде сульфат натрия. Дальше. Во втором случае, когда встречается карбонат натрия, это растворимая соль, это сода. Но в данном случае пищевая сода – это гидрокарбонат, кислая соль. А здесь мы имеем дело со средней солью. И в растворе, посмотрите, находятся катионы натрия, катионы водорода, карбонат ионы и хлорид ионы. И встречаясь, происходит реакция обмена. Идет образование очень слабой угольной кислоты. То есть встречаются два катиона натрия и карбонат ион, образуют угольную кислоту. Но особенность этой угольной кислоты заключается в следующем, что она существует, говорят химики, в динамике. Она распадается на углекислый газ и в воду. То есть таким образом тоже происходит связывание ионов и выход их из реакции. То есть в данном случае вернуться обратно в то состояние они не могут. И, наконец, третьим условием является образование малодиссоциирующего вещества слабого электролита. В данном случае воды. Реакция обмена между щелочью, калио-H и HNO3. Вы помните, что мы с вами добавляли фенолфтылин, который сделал раствор малиновым. Но при добавлении кислоты, это может быть и сильная и слабая кислота, идет, ну в данном случае сильная кислота азотная, идет образование соли, калии внутри. И катион водорода и гидроксиды, он связывается прочно, образуя слабый электролит. В данном случае, ребята, вот я хочу подчеркнуть, это не просто реакция. Это реакция нейтрализации. То есть кислота нейтрализует, в данном случае щелочь. И на этом слайде я обращаю ваше внимание, что вам надо запомнить. Три условия протекания реакции ионного обмена до конца. А именно, образование осадка. Его мы будем обозначать стрелочкой вниз, мы увидим. Дальше, выделение газа, газообразного вещества. Это может быть углекислый газ, это может быть оксид серый 4, СО2 и другие газы. Или третье, образование малодиссоциирующего вещества. И как пример такого, это вода. Итак, давайте посмотрим, как записать уравнение диссоциации. Но поскольку мой опыт работы достаточно большой, я долго билась и предлагалась, например, и в некоторых учебниках из 14 пунктов алгоритм, чтобы записать. И я придумала свой алгоритм, и я с вами, наверное, поделюсь. Это такое непереводимое слово микрис. То есть первые буковки обозначают ходы, которые надо сделать, чтобы быстро написать реакцию ионного обмена. А именно, полное и сокращенное ионное уравнение. Итак, в молекулярном уравнении что вы делаете? Мы меняем М, буква, 1, 4, 3, 2. Получаем феррум OH и натрия СО4. Вторая буква И, составляем по ионам, мы составляем индексы, то есть буква И обозначает индексы, ставим. Затем ставим коэффициенты. Затем, после того, как мы получили феррум OH дважды и натрия 2СО4, поставив коэффициент 2 перед гидроксидом натрия, мы записываем полное ионное уравнение. Р-буква обозначает, что мы должны посмотреть, растворимы эти вещества или нет. Если они растворимы, мы их записываем в виде ионов. Феррум СО4. Катион железа. Посмотрите, какую ошибку обычно ребята делают. Они пишут плюс 2. Плюс 2 имеется в виду для химиков. Это очень важно. Это степень, ой, извините, степень окисления. А вот при диссоциации образования иона мы должны записать цифру, а потом знак. Дальше СО4. Многие делают ошибку, пишут мне 4СО. Нет, так писать нельзя. Если вас, как я иногда говорю, подмывает написать 4СО, вы обязательно посмотрите в таблицу растворимости, и вы увидите, что реально существующий ион – это ион, сульфат ион СО4. Затем, вот здесь самое сложное при написании. Перед всей формулой стоит коэффициент 2. Это двоечка, этот коэффициент относится и к катиону, и к каниону. Я ребятам обычно, когда объясняю эту тему, приношу 2 красно-желтых яблока. Ну вот нахожу, когда идет тема, покупаю, и прямо при них режу. Вот показываю 2 яблока. Ну вот такое иногда сравнение очень помогает ребятам. И их режу, как раз где половинка, и показываю, сколько у вас получилось половинок желтых – 2, а сколько красных – тоже 2. То есть нельзя написать 2 катиона натрия и 1 гидроксид ион. Сразу вспомните желто-красное яблоко, и оно вам поможет увидеть, что должны быть 2 катиона, если стоит коэффициент 2 перед всей, и 2 аниона. Далее, то вещество, которое мы будем считать нерастворимым, оно выпадает в осадок, а это именно феррумуаж дважды, серо-зеленый осадок, мы стрелочкой показываем, что это вещество нерастворимым выпадает в осадок. И дальше мы записываем продукт, который будет являться тоже растворимым. 2 катиона натрия и сульфат ион. А теперь мы должны записать суть реакции, говорят, химизм реакции, что же произошло, что мы визуально увидели. А мы визуально увидели выпадение осадка. Как это записать? Надо найти абсолютно одинаковых 2 ионы в левой и в правой части. Иногда помогают вот такие, при написании этого уравнения, помогают сравнить две картинки. Я говорю, вы, наверное, любите играть в такую игру, сравнивать, чтобы увидеть свою наблюдательность. Здесь тоже работает ваша наблюдательность. Два катиона натрия в левой и в правой части без изменений. И мы их зачеркиваем для того, чтобы показать, что они одинаковые. И сульфат ион в левой части и в правой части. И суть реакции, химизм реакции, или мы говорим сокращенное ионное уравнение, сводится к тому, что мы записываем незачеркнутый катион железа-2 и два гидроксида иона. И записываем то, что образовался. А именно идет образование серо-зеленого осадка гидроксида железа-2. Итак, давайте посмотрим дальше. Какие же правила существуют? Если какие-то вопросы, ребят, пишите, пожалуйста. Какие же существуют правила при написании ионного уравнения? Да, вот почему я вернусь еще к предыдущему слайду. Помните, я говорила, есть такое словечко микрис. Я его не стала здесь писать. Я обычно его не пишу, озвучиваю. М поменяли. М меняем. 1, 4, 3, 2. Дальше И ставим индексы. Затем по ионам можно посмотреть. Дальше затем ставим коэффициенты. Затем ставим растворимость. То есть смотрим растворимость при написании полного... Для написания полного ионного уравнения. Затем полный ионная буква И, ник, рис. Записываем те вещества, которые растворимы в виде ионов. И, наконец, С-буква сокращаем абсолютно одинаковые ионы. Зачеркивая, я повторяю это в данном случае, катионы натрия. И последняя буква С, это обозначает и сокращение, и написание сокращенного ионного уравнения, которое отражает одно из трех условий. Или выпадение осадка, или образование газа, или образование малодиссоциирующего вещества, слабого электролита, например, воды. Значит, еще раз давайте посмотрим правила. Простые вещества, вода, оксиды. Почему натрий в конце СО4 не соединился? С СО4 не соединился. А потому что, Борис, натрий, 2СО4 растворим. И он в растворе в воде будет диссоциировать, а значит, существовать в виде ионов. Вот здесь, вот это, я понимаю, что вы имеете вот это. И поэтому правильно его записать, что он реально существует в виде ионов, то есть не соединяется. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Потому что это вещество, соль, являющаяся электролитом и растворимым в воде, значит, главное правило существует в виде ионов. Простые вещества, это, например, H2, O2, N2, хлор-2, то есть углерод или кремний, вода, оксиды, а также нерастворимые кислоты, например, H2, силициум, O3. Нерастворимые основания и соли, они являются слабыми, малодиссоциирующими, не диссоциируют. То есть мы их записываем в виде молекул. И упаси вас, Боже, написать, например, Купрум-О в диссоциированном виде, Купрум-2 с плюсом, плюс, если речь идет о уравнении диссоциации. В процессе, когда мы будем смотреть электролиз, там немножечко все другое. Для реакции берут растворы веществ, поэтому даже малорастворимые вещества находятся в растворах в виде ионов. То есть в левой части можно записать в виде иона. Если малорастворимое вещество образуется в результате реакции, то при записи ионного уравнения будем его считать нерастворимым. Сумма электрических зарядов ионов в левой и правой части уравнения должны быть равны. То есть в левой части сумма должна быть равна сумме электрических зарядов ионов в правой части. Но если правильно записаны ионы, и вы сверились в таблице растворимости, то таких проблем не существует. Далее смотрим. Вот еще одно уравнение. Давайте посмотрим, какая здесь сложность. Значит, моя подсказочка, но это моя личная, как я говорю, моя личная ноу-хау. Очень многим это помогало. Микрис. Сменяем 1,4,3,2. Получаем натрий, NO3 и H2CO3. Но особенность какая? Образовавшаяся H2CO3 существует в динамике. Она существует в виде двух оксидов – углекислого газа и воды. Поэтому сделали M, сделали I, сделали K. Теперь посмотрели. Натрий, 2CO3 растворим, и азотная кислота тоже растворима. Нитрат, натрия, продукт растворим. Но вы знаете, и вода, и углекислый газ, оксиды и вода записываются в виде молекул. Поэтому мы их будем записывать в виде молекул. Итак, то, что растворимо – это карбонат натрия, существует в виде двух ионов. Двух катионов натрия и карбонат иона. Дальше. Теперь вот опять сложность с двоечкой. Помните мой такой визуальный пример? То есть виртуальный даже, можно сказать, пример с двоя яблоками. Красно-желтая, два красно-желтых яблока. Если их разрезать, то получится две желтых половинки, две красных. То есть, вот вы представляете мысленно, да? Значит, будет образовываться два катиона водорода и два нитрат иона. То есть, вот мы так их записываем. То есть, двоечка идет и перед катионом, и перед анионом. Вот скоро у нас время заканчивается, но мы продолжим на следующем уроке. Дальше. И смотрим, что идет образование двух, потому что двоечка, коэффициент получился, двух катионов натрия, двух нитрат ионов. И идет образование молекулы воды и углекислого газа, которые, напоминаю, мы записываем в виде молекул. Теперь мы должны, мы сделали МИКР, растворимость. Теперь мы записали в виде ионов. И теперь мы сокращаем абсолютно одинаковые ионы. Что изменилось? Натрий. Натрий не изменился. Значит, мы с чистой совестью, ну, многие учителя показывают это подчеркиванием, многие зачеркивают. Натрий, натрий. И смотрим. А вот карбонат ион не соответствуют левой и правой части. Здесь образовался углекислый газ, не электролит. Дальше протон водорода тоже будет отличаться в левой и в правой части. Он вошел в состав малодиссоциирующего вещества воды. И, наконец, а вот нитрат ион в левой и в правой части абсолютно одинаковые. То есть вот они подчеркнуты. И мы их, а мы их можем зачеркнуть или подчеркнуть. Ну, лучше зачеркнуть, так удобнее. И то, что у нас остается незачеркнутым, мы записываем ниже. Это в химии будет называться сокращенным ионным уравнением. Очень многие учителя не очень литературно называют СИУ. Но в заданиях иногда это встречается. Написать СИУ. Сокращенное ионное уравнение. Я не очень люблю вот эту аббревиатуру сокращения. Поэтому, значит, идет сокращение и образование. То есть в левой части у нас карбонат ион и протон, катион водорода. И идет образование неэлектролита, я подчеркиваю, углекислого газа, оксида неэлектролита и малодиссоциирующего вещества. Мы его тоже записываем в виде молекулы воды. И это будет суть химизм реакции. Так, у нас осталось несколько минут. Давайте посмотрим и последняя реакция в нашем случае. Я вернусь в следующий раз к этому. То есть мы все успеем с вами еще раз посмотреть, потому что уже будем изучать химические свойства кислот, солей и оснований и оксидов. И, надеюсь, мы успеем. И посмотрим. Итак, молекулярное уравнение. Меняем 1,4,3,2. H, OH даст воду. Калий, NO3. 1,4,3,2. У нас потом делаем, посмотрим. У нас получается калий, NO3 по индексам и по зарядам ионов и вода. Затем смотрим растворимость. И азотная кислота, и калий, OH растворимы. И затем мы записываем то, что растворимо в виде ионов. Это будет азотная кислота в виде катиона, водорода и нитрат иона. Это катион калия, гидроксид ион. И, наконец, это в левой части было. В правой части катион калия, нитрат ион. И, обратите внимание, малодиссоциирующее вещество вода, мы его оставляем в виде молекулы. То есть эти правила надо выучить. И что же мы получаем? В левой и в правой части мы смотрим и зачеркиваем, в данном случае подчеркиваем, абсолютно за одинаковые ионы. Это нитрат ион, нитрат ион в левой части и в правой. И катион калия, катион калия. И то, что мы с вами не зачеркнули, мы списываем вниз в виде сокращенного ионного уравнения. Иногда ребята говорят, а вот двоечки остаются вот здесь и здесь. А что такое сокращенное? Это значит, мы должны сократить абсолютно все, что одинаково. То есть если в некоторых случаях здесь двойка, здесь двойка и здесь двойка, она тоже сокращается. То есть абсолютно все сокращается. И это будет суть, химизм данной химической реакции. То есть образование малодиссоциирующего вещества воды. Значит, обратимые или еще говорят неосуществимые реакции точки зрения. Это реакции, когда нет осадка, не выделяется газ и не образуется электролит. Ну, в данном случае я бы назвала эти реакции неосуществимыми. То есть они не существуют. Потому что при попадании в раствор, например, сульфат натрия и нитрат калия может образоваться также растворимый нитрат натрия и сульфат калия. То есть мы визуально с вами не увидим никаких изменений. А при необратимых реакциях, реакциях ионного обмена, вот здесь посмотрите, ничего не произойдет. Вот я сейчас уже заканчиваю. Нету, нет, правильно, ни осадка, нет газообразного вещества, который уходит из сферы реакции, и нет малодиссоциирующего вещества воды. В данном случае, говорят химики, это реакция неосуществима. То есть мы не можем никаких признаков реакции увидеть. То есть на этом я сегодня заканчиваю. Мы на следующей неделе продолжим ионные уравнения. Если какие-то у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите. Я надеюсь, вам мои сегодняшние знания помогли. Экспондин, например, перевод ok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...